В президентской кампании отношусь отрицательно, потому что ее как таковой нет. В предвыборной кампании тоже как таковой нет. То, что дебаты показывают на телевизоре, ну это цирк. Мы ожидали, что в нашей стране все-таки развивается, есть достаточно много людей, самодостаточных, но почему-то их там нет. Вот я, например, их не знаю никого, кроме Путина. Я не голосую. Почему? Не хочу. Не хожу, в принципе, реально. Путин будет, а я голосую за... За кого? Жириновского. Извиняемая кампания, она очень у нас получилась скандальная, я смотрю. Смотришь на нее и думаешь, что реально выбора нет. Вариантов нет, но на выборы собираются, я знаю, многие. Почему вариантов нет? А кто? Ксюшу Собчак. Некоторые воду люют, конечно, но вот хорошо мне нравится, как говорит все-таки Собчак. Хоть я не с ней. Я про Собчак только знаю, вот она активно готовится, я прям за ней слежу. Ну, дебаты смотрите. Люди, которые рассуждают о экономике на уровне третьего класса школы, они не могут управлять страной. Эти кандидаты неправильно пошли на выборы. Они просто-напросто пиарятся. Верить никому нельзя, не совершенно. Победит Путин однозначно. Процентов 5-6 наберет Жириновский. Чисто поржать. А все остальные в пролете. Выиграет Путин, но это плохо будет. Почему? Ну, для стороны, как бы, то же самое, ничего не поменяется, живем плохо. Наши возраст смотрят вот эти вот дебаты. Это столько невыдержанности, столько отсутствия, и простите, каких-то интеллекта даже. Может быть, они, ну, как кошмар какой-то, слушайте. Как можно им доверить страну? Мы видим, да, что кандидаты, их уровень воспитания гражданского, да, отношения мужчины к женщине, женщины к мужчине, даже во многом показывает. Поэтому, повторюсь, на выборы идти надо, и не забывать голосовать за скверы. Спасибо. 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 Спасибо.